Пасхальный кулич Прямо вот именно вот эти. Чем больше кулич, тем он вкуснее и сочнее. Для этого нужно брать побольше. Для многих жителей городского округа Пасха – семейный праздник. И в эти дни куличи всегда пользуются популярностью. Как отмечаем? Как обычно. Как все, наверное, собираемся, если это возможно. Потому что дети работают посменно. И если они дома, то мы собираемся. Я куличи не люблю. У меня любит муж. Поэтому он ходит в магазин Башан в основном и покупает куличи. Вот сегодня, кстати, он это сделал. Секрет вкусного пасхального кулича в правильных ингредиентах. Об этом знают в этой пекарне все повара. Работа кипит с раннего утра. В эти пасхальные дни здесь выпекают до 200 куличей. Для небольшой пекарни это большой объем. Куличи у нас творожные, с цукатами, с изюмом. Классические куличи есть. Великолепные с сахарной помадкой, посыпкой. И также творожные пасхи. И пряники имбирные в виде зайчиков. И у нас еще также яйца крашенные. И вся наша продукция освещена. Вчера батюшка приходил к нам в пекарню и, собственно, осветил как продукцию уже готовую, так и сырье, из которого мы производим. Каждый кулич начинается с теста. Весь процесс выпекания похож на таинство. И здесь важно все сделать правильно, чтобы кулич получился вкусным. Тесто замешивают, постепенно добавляют опару, изюм. И если это творожный кулич, то добавляют творог. Далее идет отлежка теста. Потом его раскладывают по формам и отправляют в растоечный шкаф. Там оно поднимается перед выпеканием. Финальный штрих – украшение. Украшение пасхального кулича – очень творческий и увлекательный процесс. Прямо сейчас я посыплю его вот такой вот замечательной разноцветной посыпочкой. Здесь звездочки и какие-то шарики. Далее мы берем цукаты апельсиновые. И, конечно же, украсим палочками корицы. Это традиционный пасхальный кулич с изюмом. Выпекайте сами кулич или покупайте готовый. Главное – подавать его на стол с любовью к близким. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.